Крыши, фасады, заборы, прилегающие территории – все это предстоит вписать в городской пейзаж. Для Сочи это не впервой. Перед Олимпиадой к единому архитектурному облику были приведены 12 тысяч объектов. Но прошло 4 года, и некоторые из них нуждаются в ремонте. Кроме того, появились новые сооружения и незаконные рекламные конструкции. Главой дано поручение для организации групп по обследованию территории на предмет объектов, которые возводятся с нарушением единого архитектурного облика. В настоящее время сформированы группы по осмотру данных территорий. Всего у нас определено 73 гостевых маршрута, по которым направлены инспектора. Проверка показала, что лишь 400 объектов необходимо привести к единому облику. Цифра, конечно, не окончательная, но вряд ли она существенно изменится. Направить на путь истинный владельцев недвижимого имущества глава Сочи призвал архитектурное сообщество. Их задача – подготовить эскизные проекты, как это было перед 2014 годом. Тогда мы обратились к архитекторам города и сказали, давайте мы разберем, сделайте эскизные проекты. Это будет ваш вклад в развитие города. Прошло время, у нас чемпионат мира по футболу. И есть опять предложение поработать командно, слаженно и эффективно. Архитекторы и в этот раз дали положительный ответ. Дело за жителями, которые эти проекты должны воплотить в жизнь. К этому их обязывают правила благоустройства. Объекты, расположенные в зоне гостеприимства, должны соответствующе выглядеть. Тем более, что инвестируют люди в свою же собственность. От таких вложений она только возрастает в цене. А инфраструктура и городская среда в зонах гостеприимства – самое комфортное как для проживания, так и для ведения бизнеса. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Мы сегодня вынуждены вот так.